йоу язычник ты прыщи у себя наебали не можешь победить ебта какое христианство ебанутыми пиздец христианство побеждать собрался подъязычник блять да а проверка рейхофил 100 рублей по двойной язычник о том как победить христианство канал уебер маргинал смотрим . 100 рублей при этом арго большинство язычников в том числе и ты говорят что христианство это не европейская религия которая приносит ее носителям вред по этому поводу у меня есть к тебе несколько вопросов нужно да это свежее видео 3 августа на ли нам европейцам своя религия как будет выглядеть эта религия как победить христианство если она исповедуется в европе более тысячи лет ну что значит нужна европейцам своя религия вроде бы у всех более-менее своя религия то есть он китайцам как бы навязали буддизм но очень частично у них даусизм процветает и своя из ну то есть буддизм да он не абсолютен ты ческая религия которая еще более древние которым название нет и так далее да ну тут проблема как с европейской идентичностью так называемые попытки привязать ее к христианству мол типа его и типа кто такие европейцы европейцы христиане какие получается то что и значит и россия это европа и южная америка это европа и филиппины получаются его филиппины тоже кстати тут логическая ошибка у яна и общем у маргинала который мы поддакнул европейцы это христиане не равно все христиане европейцы и не равно все европейцы христиане кстати даже в средневековье скорее всего не внести то есть здесь я в обратную сторону тоже работает но на всякий случай и пометку стоит сделать почему на канале потому что я не знаю как у меня расписание в этом месте будет ребят поэтому я еще не в курсе у меня с переездом и с увольнением с работы произошли различные короче проблемы там марго вчера на твои опровержения наивного реализма отвечал правда немного но бывает закажите будем смотреть ну типа все европейцы христиане не знать что все христиане европейцы все европейцы европейцы наверное что для христианской идентичности важно для европейской идентичности важно христианство из этого не следует то что блять христианская идентичность может быть принято только европейцами это логически не так но но это это собственно это неправильный силогизм барбара все люди смертные сократ смерти ну значит сократ человек хотя кто сказал что только люди смертные до модус барбара окей верно кстати да забавно что он по модусам разбирает это клево просто интересная тема с модусами получается поэтому херня поэтому как бы вообще не стоит говорить о то есть во первых не стоит говорить о единой европе потому что это не к чему привязывать совершенно там вот вот откровенно совершенно и и смотря в каком смысле экономически европа ну достаточно единой евро евро действует зависит зависит от того какое единство имеется ввиду если единство имеется ввиду ну культурная то хуй знает хуй знает потому что непонятно как его пальц померить если экономически то европа вполне сейчас едино и особенно не нужны это привязывать к религиям да как как будет выглядеть европейская религия ну посмотри как выглядят значит нативности а с кем здесь больше согласен чисто интуитивно с кем бы я был больше согласен с василом но васил указывает на один критерий единство экономически окей но другие критерии он наверно подразумевает тут насколько европу можно представить себе раздельный ну по языкам она раздельно правда английский язык насколько я понимаю скрепляет все это единство но у каждой свой язык и отчасти своя культура правда и культуры развивались в определенном едином контексте поэтому тут вопрос на самом деле очень сложный ну так чтобы его разобрать она единой или не едино однозначно она рассказать не получится религии разных стран как выглядит вот индуизм в индии именно европейская религия она будет состоять в том чтобы говорить украине что мы их возьмем вот вот возьмем евросоюз мы их не возьмем евросоюз да да такое при приближение и отдаление символизировать циклы блять луны типа но туда и знаю на английском восточной европе средиземноморье не то чтобы шпрехают хорошо но если мы говорим про восточную европу тут конечно еще больше исключений речь конечно прежде всего идет про настоящую европу ну про большую европу прозападу европу конечно речь прежде всего идет вот когда с восточной да там начинаются свои веселые как бы особенности где можно приобрести подвеску как у александра на груди не знаю мне подарили на день рождения она у меня просто каждый раз требования кита скорее всего как это магический магазин был честно скажу давайте вы там и вас там демократия будет по европейскому типу там сделаем а давайте вы экономику поднять поднимут экономику а давайте вы не знаю все как бы бросите православие протестантизм в принципе да как победить христианство если она исповедуется в европе более тысячи лет ну а что значит исповедуется христианство просто означает что титульным лицом является иисус значит и люди верят в то что весь мир это прах и вообще это тест который тебя после смерти отправляет в первых абзацах библии книги бытия говорится что когда бог сотворил мир посмотрел он на мир увидел что мир хорош и понял бог что это хорошо безусловно когда бог сотворил мир он вот к нему относился как праху да вот но тут на самом деле по моему сложный момент потому что но вот васил привел соответствующую цитату из библии вообще в самом начале конечно она присутствует и он безусловно здесь прав но с другой стороны как христианство практикует отношение к миру ну то есть мир физический и мир и духовный ну понятно какой мы выбираем из двух понятно какой выбор что какой мир лучше в данном случае наверно маргу здесь вот про это все-таки говорил ну то есть бог создал мир и увидел что он хорош но мир то бога еще лучше наверное но наверное еще намного лучше и мы хотим как-то поближе к богу быть все таки ну ладно хороший про охуенный просто марго отвечая здесь видимо не следит за языком но и довольно таки свободно свободно-свободно в общем то говорит с я нам мы отвечает на хайлайт не на хайлайт на донат поэтому знаете ну нормально в итоге пропеллирует как трамплин тебя либо в рай либо в ад хорош трамплин это имел ввиду бог и если если а sir кстати пишет интересную идею так бог другой мир создавал а потом люди типа его изгадили кстати в этом есть определенный смысл в этом в этом есть определенный смысл кстати но да ладно это убрать христианство не будет все больше ничего делать не требуется было добрых ну и ну и что что это было до грехопадения ну кстати да там счастье тоже пишут интересно не мы просто тут еще довольно спорный вопрос просто ввиду того что с одной стороны у нас есть отдельные цитаты из библии с другой у нас вообще куча разных цитат из библии и если мы порой селу я уверен мы найдем там не знаю что мир там это прав там с физическим миром какие-то проблемы что это очень такое мы в библии тоже найдем библия очень многогранный текст в этом смысле и его оспорить ну спорить на его базе приводя цитаты ну дело не столько философских бесед сколько скорее теологических выяснять там какой смысл более верный или неверный то все очень сложно все виды это все крайне сложно поэтому ну не одна библия сама по себе неоднозначна и трактовки и тоже чаще всего неоднозначна маргинал как не христианин как критик христианство имеет абсолютное право выбирать себе для себя наиболее удобную трактовку христианство правильно желательно это оговорить заранее мол но я выбираю такую трактовку христианство и и буду оспаривать сейчас можно по-другому подойти к этой проблеме и что ну а будет время после грехопадения когда грехи будут искуплены то есть если люди перестанут считать что жить надо ради того чтобы попасть в рай после смерти главное что будет так невозможно попасть в рай после смерти если ты живешь ради того чтобы попасть сейчас пересмотрим ну а будет время после грехопадения когда грехи будут искуплены то есть если люди перестанут считать что жить надо ради того чтобы попасть в рай после смерти главное что будет так невозможно попасть в рай после смерти если ты живешь ради того чтобы попасть в рай после смерти ну маргу не сказал только ради того ну не знаю ладно не знаю как этому отнести здесь в принципе все на нее нормально васил наверное правильно говорит просто ввиду того что но если ты хочешь просто попасть в рай после смерти это выгода ты хочешь выгоду такой что к тебе после смерти было клево ну значит и мудак как бы если с этой единственная причина по которой ты короче пытаешься быть хорошим и добрым ну до свидания лол как христианство в этом смысле довольно тонкая штука по определению если твоя цель просто попасть в рай то ты никогда не попадешь в рай та вещь которая будет казаться тебе раем она будет адом моя новая хата например новая земля и новое небо это преображенные эти ай это не нету в христианстве такого что это сгорит ты и с гераклитом христианство путаешь ты на муру так перестала считать интеллигенция то христианство будет побеждено то есть это это не при где написано что этот мир безвозвратно подвержен относительно кстати интеллигенции здесь следует заметить что именно у интеллигенции совершенно разные трактовки христианство и если мы говорим про какую нибудь там теологию у них тоже определенный спектр трактовки библии широкий так у интеллигенции он еще просто шире там не знаю во все края он там разливается этика там разная че угодно то вообще все что угодно может быть в интеллигенции относительно рая вообще любые отношения к этому раю попасть туда не попасть там или может быть лучше быть не знаю повелителем ада чему слугой где-то там в раю интеллигенции вообще все что угодно вы встретите ну да ладно поврежден так твичовский привет твичовским друзья передаем привет твичовским где где это написано цитату пожалуйста в студии этот мир поврежден из-за грех падения человека как только дарова им как как только грех грех человека будет искуплен все будет нормально с миром напоминаю рядом ляжет лев и ягненок это про этот мир да вот слова про льва и ягнца возлежащих рядом когда будет новый новый новая земля новые небес так это из-за нас не жрут друг друга получается не друг друга а львы жрут агнцев все прикольная тема ну то есть это и реально из-за того что люди мудаки такие но в итоге и животные тоже стали мудаками кайф на кайф на как бы туда садили прикольно то есть все херня который сейчас в природе творится эволюция там все дела выживает сильнейшие это все тупо из-за людей получается произошло что стоп стоп а мы помню спасил мы разговаривали он отдавал прерогативу большую как бы между там например ноевым как но потопом там но и в ковчег все дела он говорил ну наверное все таки этого не было это преувеличено в библии там все дела вот наука скорее всего здесь права раз невозможно построить такой ковчег там и сделать там все это такое тем более в те времена тем более одному человеку эволюция там точно есть и должна быть как лев и агнец ну испортились то тогда в какой момент они испортились стоп какой момент тогда а динозавры чё тогда они тоже испортились а человек уже позже возник получается да блин приятного винкс микс это реально интересно не ну просто реально кайф ладно поехали дальше а чё динозавры друг друга жрали почему на костях а видны там всякие следы от укусов там переломов когтей и после появления людей не жрать друг друга начали или нет просто просто тупо тоже интересно ладно очень интересный момент они как бы намекают о том чтоб так они тогда жили по 900 лет а окей не ну просто самом деле здесь интересный такой парадокс получается две несовместимые системы высказываний в принципе в принципе в принципе васил он отдает в таких вот физических вопросах короче прерогатива он отдает непосредственно науки наук в принципе наиболее обоснованно наиболее интересно конечно и в этом смысле да но но если он трактует христианство так это уже после нашего совместного стрима когда мы с ним разговаривали об этом здесь какой-то какой-то противоречие по моему наблюдается просто здесь действительно есть на чем подумать как совместить с одной стороны науку когда ну мы понимаем что там теория эволюции выживает сильнейший там нефиг не сильнейший а наиболее приспособленный выживает вот выживает наиболее приспособленный чтобы приспособиться но нужно понимать к чему мы приспосабливаемся в этом приспосабливаемся например я не знаю к тому что у нас будут жрать представители других видов мы должны приспособиться таким образом там будучи там бабочками чтобы наш цвета в общем-то не знаю наша пигментация крыльев была схожа с растительностью близлежащий чтобы нас не жрали например это происходит не то чтобы специально конечно бабочка не специально приспосабливается таким образом но и и сожрут много кого сожрут и это как бы как к знаете такая до догма догма эволюции что все друг друга жрут и жрали самого в общем-то начала времен поедали друг друга так тут возил в принципе говорит что животные испорную в том числе животные испортились после грехопадения получается сколько лет людям то тогда люди откуда возникли и тогда не из обезьян получается они возникли короче были первые бактерии вместе с ними люди ходили еще не испорченные сад эдем видимо напоминал планету до архейского периода как он там назывался и короче просто ходили по пустой планете там еще воды не было но люди зато были которые 900 лет живут и более может быть даже вот если бы это было так это было бы очень круто это было бы на уровне и саентологии а тут был короче еще аргумент от свободной воли оспаривать существование всезнающего бога в чате было написано до заказываем видео друзья нас видео нет вы чё где где видео всезнающего бога обладающего свободной волей или наделившего и и свои создания заявлено ссори за автоп это было в топ реально ладно я зря считать начал ну спасибо поехали дальше природа чё почему лев не может сейчас лезть лечь прошу прощения рядом с агнцем потому что лев из-за грехопадения человека стал хищником стал есть ягнят ладно ну слушайте может быть васил на протяжении там последних нескольких месяцев стал радикальным антисиентистом но вот просто не замечать такого противоречия невозможно то есть если он поддерживает теорию эволюции с одной стороны и думает что после грехопадения только львы стали есть агнсов то тут возникают существенные противоречия их хер знает как их разрешить спасибо большое вольфу удалена 25 минут спасибо то есть я честно говоря я даже не представляю как себе разрешить ну ну а марго опять хорошо что это пацан надел много контента зачем льву клыки чтобы не есть а с но тут по-разному здесь даже плевать на клыки просто проблема заключается в том что васил в принципе в принципе нормально относится к теории эволюции то есть он в принципе совмещает христианство и науку и теорию эволюции тут парадокс тут мы сталкиваемся с большим противоречием с одной стороны у нас либо теорию эволюции права либо данный вот раздел библии про подда данная христианская догма допустим она права что-то одно здесь права не может быть ну ладно может быть только при условии что люди действительно жили до возникновения всех животных в таком случае люди жили до возникновения всех животных потом там грехопадение животные начали жрать друг друга бактерии там всякие биоты которые там тоже друг другом как-то взаимодействовали потом начали появляться более простые по сути животные растения тоже в том числе тоже жрали друг друга жрали 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 на протяжении миллиардов лет жрали друг друга но получается тогда что у грех падения произошло несколько миллиардов лет назад и люди при этом ну получается возникли не из эволюции а были созданы богом напрямую что ли и же могли жить без еды и воды или они питались или они питались бактериями я честно говоря не понимаю я в данный момент не понимаю что происходит здесь огромное количество не огромное количество но высказывание просто ноту мировоззрение васила в данном случае на на данной точке пересечения оказывается противоречивым но ладно когда мир будет спасен львы и ягнята смогут жить вместе потому что грех покинет все творение здесь можно типа отблочить одним способом заблочить данное сказать что это аллегория всех ну да аллегории можно но если он в прямом смысле это говорит и противоречие не только человека но все творение целиком это будет не и гора проблема заключается в том что васил скорее всего считает что человек не появился раньше ну если он делает приоритетно наставит в общем-то акценты на науке прежде всего но знаете знаете здесь надо спрашивать васила непосредственно узнаем может ему закажут это видео касаться и животных и природы и всего-всего-всего человек из куб короче считаю апатичный фанатик задонатил 10 рублей бог взял и создал прошлое земли и динозавров в том числе после создания людей и вся проблема решена эволюция работает что эволюция как работает хоккей не ну типа ладно хер его знает ладно вообще хер да ладно допустим допустим прошлого не было бог ему просто создал просто нам кости поместила все остальное работает сначала вот создание людей возникновения и далее допустим можно такую теорию попробовать продвигать но в науке то не право лучше продвинуться поэт человек спасает не только себя спасаясь он спасает все мироздание которое было повреждено вследствие его греха не ну просто что бог создал прошлого это уже очень сильнее утверждение друи это очень trivia утверждение признак это не признак того что христианство будет побеждена это факт победа над христианством победа над христианством именно состоит в том чтобы интеллигенция в европе перестала считать что жить надо ради того большинство интеллигенции согласен с василом даже не будут дослушать что он скажет Васил прав, потому что большинство интеллигенции Европы, скорее всего, не христиане даже. В Европе сейчас не христиане. Да. Ну, то есть, бля... О чём, блядь, говорит Марк? Марк, сейчас хуйню. Большинство интеллигенции в Европе, ну, не абсолютное, но большинство, это атеисты и агностики. Это уже произошло. Чтобы попасть в рай или как минимум... Ну, может быть, не только атеисты и агностики, но, может, ещё представители других религий, представители философского верования. Ну, то есть, человек просто верит в Бога, но не верит в христианские догматы, например, не верит в Библию. То есть, среди интеллигенции есть просто люди нерелигиозные, но атеисты, понимаете? Нерелигиозные атеисты, как бы, есть. Прикол? Прикол, они тоже есть. То есть, их реально очень много. Сир, видите, нас в бой пишет. Большинство интеллигенции в Европе мусульмане. Типа того. Не, ну просто реально, ну, Маргой здесь вообще какую-то дичь несёт. Ну, мне попасть в ад. Если это убрать, то даже если они оставят своего Иисуса в качестве символа, это будет уже не христианство. Как, например, мормонизм, это, ну, мягко говоря, не совсем христианство. Потому что человек после смерти становится богом, получает собственную вселенную себе. Ну, вообще, цель православия, в православии цель человека это обоженье. Да. Это обоженье. Теозис. Деификация. Напоминаю слова, напоминаю маргиналу слова Афанасия Александрийского. Бог стал человеком, чтобы человек стал богом. Не, Марго здесь не то, чтобы разъебал христианство, Маркус, понимаете, но он что-то сказал про каких-то два аспекта в итоге, которые, если отменить христианство, этого не будет. Это не... Ну, отменяем еще. Верим дальше в Христа и любовь, например. Пытаемся стать богами. Мармонизм нихуя это. Не, ну, понятно, что Марго ответил просто на донат и, не знаю, и все. Если бы он головой подумал, попытался как-то это все прикинуть, аргументацию составить, ответ был бы совершенно другой. Был уже в христианстве. В христианстве люди должны стать подобными богами. Ну, в этом и фишка стримов. То, что один чувак, не подумав, может обосраться, а потом другие 10 чуваков будут его разбирать. И будут, в общем, исследовать. Как же он обосрался? Где же он обосрался? Ух, как пахнет, типа. Где, значит, в распоряжении. А еще кто-то это выложит, его донат, как определяла мудрость какую-то, мудрость веков, короче. Смотрите, маргинал разъебал всю планету. А какой он умный, знаете, выложит на хайлайтах все-таки. Какой же маргинал умный все-таки. А потом его 10 человек будет там, в общем, разбирать, какую он хуйню там спорол, просто рандомную, пока импровизировал. Привет, Зоруард. Зоард Зи. Зорди. Эту вселенную он наполняет людьми, которых он крестил посмертно. Или убил. То есть это немного такая, как бы, хуйня специфическая ядь. Не, ну я, на самом деле, я согласен, что мармонизм, конечно же, это очень специфическая форма христианства. малопохожая на... ну, скажем так, на христианскую ортодоксию. Зовите, не помню. Можете поправить, но, по-моему, я не помню, что бы Иисус говорил, вот всех, кого ты убьешь, они будут твоими рабами в загробной жизни. Блин, охуяная тема. Блядь. Я, кстати, не помню, что бы у мормонов такое было. Я, правда, не очень хорошо знаю мормонизм, но я читал несколько статей про мормонизм. Я вот такого у мормонов не помню. Ну, если такое есть, это охуяная. Это какая-то хуяная. Я, блядь, это в песнях омона... Про то, что... Про то, что люди становятся богами, согласно мормонизму, это правда, но проблема в том, что люди становятся богами и согласно православию... Ну... Ну... Не в прямом смысле, ну, условно говоря, праведники становятся подобны богу, да? Подобны. Обретают теозис и достигают состояния... Ого, мормоны вроде верят, что каждый верный и посмертно получит собственную планету. Теозис или дейфикация... А зачем мне планету? Марф помню, я не помню этого в новом совете.